Виктория Лобецкая 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 Сейчас там действуют ТОСы, и, в общем-то, и все. Владивосток всегда стоял в стороне, всегда как-то этот вопрос игнорировался. Кто-то говорил, да, мы и так знаем, что делать, и лучше знаем, чем жители знают. Мы и так профессиональны, и нам, в общем-то, этот институт не нужен. Но по факту, да, оказывается, что не всегда жители довольны действиями. Может быть, имеет смысл все-таки спросить у жителей, да, и вот, собственно, те люди, которые здесь присутствуют, они явно этому подтверждены. Они представляют наиболее таких активных представителей этого института, и вот даже Дмитрий теперь является председателем ассоциации, команда ТОС. Дмитрий, расскажите, пожалуйста, что входит в круг вашей деятельности. Это вообще какая-то общественная нагрузка? Есть, видимо, наверное, еще какая-то профессиональная ваша занятость? Или все это как-то вместе, все в одном русле? Рассказывайте. Смотрите, в первую очередь, ассоциация – это объединение всех председателей ТОСа и актива ТОСа. Для начала мы хотим сделать совет при главе. Это самое сейчас основное, чтобы уже функционировать напрямую с властью, чтобы было партнерские отношения, а не то, как то, что жители хотят. То есть субъект управления. Ну, то есть, чтобы был диалог, чтобы вас слышали, людей и, соответственно, представители органов местного сообщества. Естественно. И все председатели, как любое объединение, когда они вместе, они могут выразить общую и к какому-то прийти к интересному моменту, и выразить общую концепцию развития дальше ТОСа. Потому что каждый ТОС, он развивается в каждом субъекте Российской Федерации. Да и у нас не только в России есть. У нас и в Беларуси есть. Посмотрите, какие там положения. Она отличается от нашего. И каждый регион, в принципе, тоже отличие есть. У нас Владивосток сейчас находится на этапе только развития и становления ТОСа как института граждан. Это очень главный момент, который нужно развить. Потому что, когда один человек, это человек, у него мало всех. А когда есть лак, когда есть ТОС, и когда это идет уже активно ТОСа, это уже совсем другой момент. Ассоциация ваша молодая, да, получается? Сколько ей месяцев, лет? Вместе? Пять месяцев. Пять месяцев, да. Вот за это время уже как-то вы приросли какими-то ТОСами и присоединились к вам представители этого института? Конечно. У нас Анна Калимагина, ТОС военной шоссе. Марина. У них Кузнецова. Спиридонов. Спиридонов. Кузнецова. Кузнецова. У них просто рядом есть Спиридонов, они находятся, да. Это один округ, получается. Самый у нас, один из первых ТОСов, это ТОС «Спутник», который находится в премьере Генгорода. Представитель его был, мы как раз с Кириллом тогда были в студии, беседовали. Да, вы. Но я так понимаю, ТОС Патроков. И ТОС Патроков, да. Хорошо, ну предоставим слово. Вот, например, Анна, да, расскажите, пожалуйста, ТОС военной шоссе, это достаточно так, все-таки, ну, не совсем современный район там, дома еще построены как раз хрущевских времен, и есть, что ремонтировать, где наводить порядок, каким образом организовывать жителей. Вот ту презентацию, которую мне сбрасывал любезно Кирилл, было видно, как как раз наводить там порядок, и люди у вас, так сказать, все образцово-показательные работают на своих участках. Может быть, конечно, не образцово-показательные, к сожалению, и, к сожалению, пока не все люди, да, но, тем не менее, с каждым, может быть, днем действительно все больше людей понимает, что конкретно именно от них зависит, как будет преображаться то место, где они проживают. Вот в этом плане Кирилл Олегович я быстренько поддержу, и он сказал, что действительно 131-й закон федеральный дает большие возможности, да, то есть именно вот этот ТОС, значит, чтобы изменить место проживания не только свое, на своей территории, своего дома, да, то есть, а именно взаимодействие с соседними домами, это не имеет значения, какая форма управления, ТСЖ будет или управляющая компания. Вот в нашем ТОСе, помимо наших домов ТСЖ, которые 6, присоединились еще и дома, которые находятся в управлении переченской управляющей компанией. Поэтому это не имеет значения, да, главное, они занимаются своими домами, преддомовыми территориями, но именно в рамках ТОС мы можем изменить совместно с администрацией города, изменить, может быть, каким-то образом облик нашей улицы, да, то есть именно от нас будет зависеть, да, захотим мы, может быть, модернизируем какое-то конкретное место, спортивную площадку, да, может быть, какую-то парковку создадим, которая необходима для людей. Будущего, либо уже есть какие-то конкретные моменты, которые удалось изменить, хоть что-то малое какое-то, малые, может быть, формы, опять же, детские площадки, а может быть, что-то уже более грандиозное удалось решить на своей территории. Ну, так как все-таки мы, да, все молодые, да, то есть в пределах года, да, даже года еще нам нет, так же, как и наши ассоциации, то, конечно, не такие большие у нас еще достижения, но, тем не менее, у нас есть некоторые моменты взаимодействия именно с администрацией города, вот, а то, что в плане надземных переходов, да, то есть там, где они должны быть, сейчас идет процесс дополнительного создания пешеходного перехода, да, ну, конкретно зебры надземной, в том месте, где она никогда не предполагалась, но именно для жителей она крайне необходима. И написано письмо в администрацию города, я надеюсь, что все-таки процесс это завершится в пользу жителей ТОС. Анна, ну, у вас есть все-таки достижения, вы смогли вовремя и в числе первых подать все необходимые документы и собрать необходимое количество подписей, и вы стали обладателями, насколько мне известно, сертификата краевой программы, 400 дворов, но сейчас уже расширены, в небольшой промежуток времени, да, тысячи, да, но это тоже достижения, как вы смогли мобилизовать людей? Ну, вы знаете, потому что у нас достаточно много, конечно, изменений в нашем, скажем таком, головном доме ВНРС 5А, и, конечно, наиболее активность жителей происходит именно в этом доме, где я проживаю, вот, поэтому мы до этого, даже до создания ТОС сделали огромное количество мероприятий различных, вот, но сейчас благодаря ТОСу приходят, в участие принимают и жители совершенно других домов, да, не входящих в нашу ТСЖ, и, конечно, когда появилась такая возможность поучаствовать в этой программе, мы буквально за один вечер собрали необходимое количество подписей, и люди все откликаются на ураг. Ну, вот сейчас вот интересный момент, мы его обсудим чуть позже, все-таки как вовлекаются люди в процесс создания ТОСа, и насколько они активны, и как происходит диалог с теми, кто хочет видеть изменения, но, в принципе, инертный. Расскажете потом, все-таки сейчас, Марина, рассказывайте вы, потому что вы представляете сейчас ТОС Кузнецова, правильно, тоже район достаточно большой, современный, может быть, там уже, конечно, и не так много необходимо каких-то дополнительных малых форм или там чего-то еще, но, тем не менее, тоже работы, наверное, много. Более того, это не единственный ТОС, насколько я понимаю, на вашем округе, а вы являетесь еще и помощником депутата Думы города Владивостока. Вот у вас есть информация, я уверена. Ну, за столь короткое время на нашм округе с помощью депутата нашего Григорьева Кирилла Александровича, ну, соответственно, Кирилла Олеговича Ботанова, созданы два ТОС. Один ТОС Кузнецова 2018 и ТОС Передонова 2018. Ну, у нас уже есть маленькие победы. ТОС Передонова 2018, долгое время до его создания жители обращались в различные вышестоящие инстанции для того, чтобы им оборудовали пешеходный переход. Но их не слышали. Как только они создали ТОС и обозначили его границы через Думу города Владивостока, буквально через месяц у них появился долгожданный переход. Также у них три дома идет. За ними идет огромная подпорная стена, которая выглядела, конечно, ужасающе. Теперь она выкрашена очень яркими красками, и она прям, ну, я не знаю. Я видела, понимаю, о чем вы говорите. Опять же, Кирилла Олегович. Я считаю, это шедевр. Да, это шедевр ТОС Передонова. Также еще у них одна глобальная проблема – это размещение туберкулезного диспансера возле жилого дома. Вот, ну, эта проблема уже знакома даже нашему губернатору Кожемяку Олегу Николаевичу. Также они попали под программу «Тысяча дворов» и выиграли благоустройство придомовых территорий, ну, с чем их можно и поздравить. Что касается ТОС, где я являюсь председателем, у нас тоже есть маленькая победа. Мы выиграли в конкурсе «Тысяча дворов», мы выиграли спортивную площадку, которая будет в середине нашего ТОС на торце Кузнецова, 53 дом. Там очень тихо, уютное, безветренное место, жители очень рады. Еще у нас одна из инициатив – это дорога к 64-й школе и освещение. По освещению мы уже, в принципе, на норме заключения договора, а вот по дороге, я думаю, что все в ближайшее время произойдет. Здорово, здорово. Интересный момент рассказываете, и вот она тоже рассказала. Хорошо, переключаемся к ТОС «Патрокол». Антон, вы уже у нас не первый раз находитесь в этой студии, и первый раз мы встречались, все-таки обговаривали достаточно такой весомый спектр проблемы. Самое главное, что вот эта прекрасная новая набережная стала общественным местом, куда стали приезжать и, собственно, горожане, и гости, и оставлять огромное количество мусора. Ну, это такая достаточно обширная проблема. Но если мы сфокусируемся на работе ТОС, удается ли вам как-то взаимодействовать, опять же, с городской администрацией, чтобы минимизировать вот эту проблему и, наоборот, активно продвигаться в решении других? Ну, конечно. Дело в том, что до момента создания ТОСа жители наши, они точно так же активно писали обращение в администрацию города, обращение в различные службы с просьбой решить те или иные вопросы, в частности, вот по мусору. Но, к сожалению, они получали ответы в виде стандарта. Ну, то, что мы называем отписками, собственно говоря. Так. Когда мы сформировали ТОС, зарегистрировали, мы уже стали некой силой, с которой уже нужно, ну, как-то ввести диалог. Соответственно, по тем вопросам, которые были острые, да, в том числе и вот мусор, который мы обсуждали, было написано официальное обращение в администрацию. Помимо мусора там еще были вопросы по установке знаков. Были вопросы по организации спуска с набережной безопасного, чтобы люди могли проходить к морю. Потому что, если вы видели структуру района, там есть парковка, но она, к сожалению, не отвечает тем потребностям, которые на сегодняшний день существуют. То есть пляж достаточно большой, очень много людей приезжает, не только с нашего района, с Сочинского, с наших соседей, но и со всего города. И когда люди приезжают, естественно, ситуация возникает очень-таки нехорошая, потому что парковка маленькая, а вместить всех возможности нет. Поэтому люди вынуждены проезжать дальше куда-то на район, либо спускаться вниз, где неблагоустроена территория. Соответственно, мы написали обращение по всем этим вопросам в администрацию, и уже в 2018 году были сделаны определенные действия. И в 2019 год запланированы мероприятия, те, которых мы просили в этом обращении. То есть на сегодняшний день что было сделано? Установлены были знаки этой границы, получается, жилой зоны, если вы видите на везде, на район. Они в любом случае уже говорят о том, что необходимо снизить скорость, необходимо обратить внимание на пешеходов, потому что данный знак в приоритете ставит пешеходов. И уже организация движения стала получше. Люди перестали подъезжать вплотную к детским площадкам, парковать и так далее. Стали пользоваться парковкой. Далее был решен вопрос по вывозу мусора. То есть с 2012 года, с момента ввода в эксплуатацию нашего района, и по сегодняшний день за вывоз мусора и его сбор по территории отвечают жильцы. То есть несмотря на то, что есть ТС, живые управляющие компании и так далее. Это все придомовые территории. А вся остальная территория, она фактически сейчас содержится жителями до сих пор. То есть те мусорные баки, которые стоят на въезде, они выводятся все за счет жильцов. От администрации мы получили поддержку в виде их сотрудников, те, которые приезжают в отдел бухгалустройства. Ведется сбор мусора как по набережной, так и по тем урнам, мусорным бакам, которые установлены. Это удалось добиться в ходе диалога с администрацией, с администрацией Первомайского района, с Юрием Николаевичем Лопатиным. Ему тоже большой привет. Соответственно, это первый момент. И далее на 2019 год мы попросили решить вопрос с освещением. То есть набережная общественная. Днем очень много людей гуляет. То же самое происходит и вечером. Но из-за того, что не решен вопрос с подключением ее, то есть свое время за срочью просто этот вопрос не решил, мы написали обращение, и в 2019 году включены расходы уже по электрификации данной набережной в бюджет. Здорово, Антон. Ну вот этот блок моментов, которые вы перечислили, это ваши победы. И вот уже как раз, как вы и сказали, это сила. Раньше вы были разрозненными людьми, представителями этого достаточно многочисленного уже густонаселенного района, красивого, современного, но с проблемами. А теперь жизнь налаживается. И все благодаря ТОС. Здорово. Переходим к Виталию. Виталий Греченюк. Он является председателем совета дома «Сочинская-5». И в будущем вы планируете стать тоже ТОСом? Да, мы уже в процессе сейчас оформления документов необходимых. Мы провели учредительную конференцию. Но на самом деле мы подглядели за опытом наших соседей. То есть вы наблюдали? Да. Мы пошли по стопам, потому что мы находимся рядом. У нас проблемы есть общие, есть наши уникальные. У нас такой район, знаете, незавершенные стройки. Есть пять домов заселенных. Улица Сочинская, там более 800 квартир. То есть это довольно густонаселенный на самом деле район, хоть они не достроены. Отсюда вытекают разные проблемы, которые мы уже за эти два года, с тех пор, как заселились, в общем-то успешно решаем. Хотя, конечно, с трудом. Это большая переписка с органами власти. Мы добились того, что озеро Безымянное перестало загрязняться. Нам сделали временный ремонт дороги, которая в наш район заходит. Также установили знаки автобусных остановок и запустили автобусы. Не без участия Кирилла Олеговича, кстати говоря. Вас хвалят? Да. Комплименты? Есть, правда, незавершенные проблемы. Вот, может быть, помните, 16 октября у нас сломался вядух, точнее его сбила машина. До сих пор он нам не вернулся. Но на самом деле это такие проблемы, которые находятся на стыке двух районов, нас и соседей. Поэтому у нас есть точки спектрирования. Мы пытаемся некоторые вопросы вместе решать. Вот, допустим, с озером, которым мы спасли из ограничения, теперь пытаемся спасти его от другой напасти. Там можно кататься на коньках, а можно на дрифте, дрифтовать. Вот мы хотим, чтобы было первое, а не второе. Потому что второе – это и не эстетично, это шумно, плюс еще там можно, собственно говоря, вытонуть, как было недавно с одним автомобилем. Поэтому мы для себя поняли, что мы, конечно, можем дальше также заниматься решением проблем. В одиночку. Да, по отдельности. Но это такая дипломатическая функция, которая дана нам законом, почему бы и не воспользоваться? И мы решили тоже попробовать. Отлично. Ну что ж, побед вам в 2019 году, и еще больше выполненных пунктов, и как можно меньше проблем. Спасибо. Да. Кирилл, вам главное оставаться на своем рабочем посту в администрации города Владивостока, и продолжать аккумулировать быстро пребывающих, так сказать, на ваши сильные плечи представителей ТОСов. Но у нас остается не так много времени до завершения эфира, при этом все успели высказаться, поделиться своими достижениями. Есть какие-то глобальные или чисто городские проблемы в создании того института, о котором мы сегодня говорим, о ТОСах. Есть камни преткновения, может быть, какие-то силы, кто-то или что-то всегда стоит за определенными моментами, что решает, тормозит и так далее. Вы знаете, я не вижу, чтобы кто-то конкретно мешал становлению системы ТОС. Скорее, ситуация такова, что люди привыкли жить в одной системе. Сейчас система меняется, и это, наверное, где-то доставляет неудобства, и где-то, возможно, непонимание. Вот чего хотелось бы в следующем году добиться, это, в конце концов, сформировать все же Совет по развитию территориального общественного самоуправления в городе Владивостоке. При главе администрации. Да, при главе города Владивостока. Хотелось бы, чтобы реестр инициатив территориального общественного самоуправления стал общим для всех органов администрации. Возможно, появятся какие-то ключевые показатели эффективности деятельности управлений в части реализации инициатив территориального общественного самоуправления. Потому что все-таки уже, ну, понятно, на самом деле, вот актив председателей сейчас поскромничали. У них очень много заслуг. То, что, да, реальные вещи, которые не по силам ТСЖ или управляющих компаний, когда люди сами по себе есть где-то там деньги, которые аккумулируются на каких-то счетах, есть еще там какие-то моменты, связанные с определенной системой. Здесь совершенно другая история. И, как видите, вот и Антон, и Виталий, и Марина, и Анна, все, и Дмитрий нам рассказали о своей истории, ну, где, собственно говоря, нет негативных моментов. Удается решать. Да, то есть это должно появиться на системном уровне. То есть сейчас уже на системном уровне в Думе города Владивостока уже функционирует рабочая группа под председателем Розы Басировны Чемерис, которая решает все конфликтные вопросы на стадии формирования. Даже, может быть, не конфликтные, а спорные, разъяснительные и так далее. Следующий момент. У нас появилась, наконец, муниципальная программа развития ТОС. В 12 редакциях она проходила внутри администрации разные свои согласования, но она в итоге появилась. Пускай она сейчас далека от совершенства, но вот совет ТОС при главе, например, он одной из задач и является как раз настройкой этой программы, чтобы не я конкретно или там какой-то другой руководитель формировали эту программу, а чтобы люди сами говорили, что необходимо в эту программу включать. Вот в чем самый глубокий смысл. Мы услышали, да, Кирилл. То есть, получается, все-таки актив, он набирается, людьми прирастает как раз вот этот институт, активными гражданами. Ну, еще необходимо проводить работу непосредственно в рядах самих сотрудников и администрации города Владивостока, задействовать депутатов Думы города, привлекать, ну и, возможно, еще и подтягивать... Ну, вы находитесь в студии регионального, да, телевидения, общественного телевидения Приморья, поэтому, собственно говоря, поддержка на лицо. Мы, по крайней мере, это озвучиваем. То есть, работы еще в вашем секторе непосредственно, Кирилл, много. Что, вот, получать еще другие дополнительные комплименты, необходимо работать так же упорно и хорошо. На самом деле, ребята сейчас работают гораздо больше меня. Они уже сами ходят, консультируют других граждан. То есть, этот процесс, он стал самоподдерживающийся. То есть, как это, они размножаются? Хорошо. Да, Анна, добавьте, конечно, буквально 30 секунд осталось. Поддержать Кирилла Олеговича о том, что действительно у нас в рамках ассоциации сформирована такая команда, или тоже подкоманда. Летучий отряд называется, я его возглавляю, да, такое громкое название. Команда ТОСС. Да, и мы действительно помогаем тем, откуда мы приезжаем, где какие-то, может быть, ростки, зачастки, да, то есть, инициативы граждан, о том, что они знают, уже слышали, что такое ТОСС, и хотят тоже у себя попробовать на территории реализовать вот этот 131-й федеральный закон. Поэтому мы помогаем всем, открытый, пожалуйста, обращайтесь. Вы открытый. Вот вы скажите, буквально, в 5 секунд уложитесь, люди больше хотят, люди больше понимают, вот если вы ориентируетесь на ТОС-военное шоссе, или есть еще такие вот, как неведущие ФОМа, не слышат, не хотят, не готовы, но хотят видеть все красиво вокруг себя, чтобы было. Ну, конечно, такие люди тоже есть, но тем не менее, мы своим примером, наверное, те, кто активно участвует в пропаганде, да, ТОС, я думаю, что мы все-таки убедим их, что надо присоединяться к нашим рядам. Ну что ж, 2019 курс на развитие ТОСов, вот этих таких интересных все-таки общественных самоорганизаций по управлению все-таки той территорией, на которой проживают не один человек, а гораздо больше семьи, друзья и все-таки соседи. Поэтому имеет все-таки смысл прислушаться к той информации, которую сегодня рассказали и Антон, и Виталий, и Марина, и Дмитрий, и Анна. И если есть вопросы, то, как они уже сказали, открыты, обращайтесь, и, возможно, такие же организации появятся и у вас. Не сдавайтесь. Спасибо за внимание. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»